СНИКЕРХЕД НА БЛОКЕ Всем привет! Вы смотрите видео блога Кроссов по Сникерхед на Блоке. Сегодня я решил немножко подсобить Жене и Каю и рассказать вам о New Balance 990 версии 2 в коллаборации с дизайнером Салехи Бэмбурри и расцветкой под названием Sand Be The Time. New Balance 990 версии 2 впервые вышла аж в 1998 году, спустя 16 лет после выхода 990 версии 1. Визуально и технически 990 версия 2 была на несколько голов выше первой версии. Дизайн при этом получился достаточно типовой беговой, но достаточно узнаваемым. С данной моделью было выпущено немало коллабораций, к примеру, Кит Иронифайк, еще были WTAPS, ну и, конечно же, цветовый эксперимент Тедди Санчеса. Ну а в 2020 году New Balance начали сотрудничать с Салехи Бэмбурри. Его руки касались New Balance 2002R в двух коллаборах, еще были New Balance Test Run Project 3.0 и еще были суперизмененные New Balance 574 URT, ну и, наконец-то, руки Салехи дошли до 990 серии. Если, кстати, хочется посмотреть обзоры на Салехи 2002R и на Салехи 574 URT, то на канале они есть, ищите в плейлисте, посвященных бренду New Balance. А теперь возвращаемся к коллаборации. Салехи решил пойти по протоптанной дорожке и сделать почти то же самое, что было в 2002R и 574 URT. Верх кроссовок сделали из этакого персикового, розового, фиолетового и зеленого цветов. Ну и плюс еще песочный. Наверное, это должно быть похоже на закат где-то в Техасе, или Гранд Каньоне, или что-то типа того. Материал выбрали грубую замшу, которая, опять же, была и на 2002R, и на 574-х моделях. Сетка на язычке и по бокам, и здесь. Это, опять же, было на 2002R и на 574-й модели. Нижняя часть язычка, вот здесь вот, и его пик сделаны из кожи. На пике можно увидеть номер модели и надпись о том, что все чудо сделано в США. Помимо сетки, вот эти вот полосы на носу сделаны из 3M, то есть цветоотражающего материала. Сбоку есть буква N из микрофибры, почти такая же, как и у 2002R. Но на 2002R был более дерьмовый материал, который со временем точно отвалится. Ну а еще сбоку есть типичная для Салехи Бирка, Салехи Бэмбурри. Кончик задника вот здесь вот сделан из такой же кожи, что и язычок. Отпечаток пальца на заднике также никуда не делся. Ну а еще на заднике есть зеленый бампер из пластика. Так же, как и в модели 2002R, верхний слой стельки покрыли пробкой. Еще в комплект положили две пары вот таких вот шнурков. Белые или ближе к молочному цвету и плюс бледно-апельсиновый или бледно-мандариновый. Все это дело шло вот в таком вот красивом боксе. Снаружи, как обычно, все красиво, а внутри, как обычно, три азиата-монгола, наверное, которые куда-то спешат. А теперь о грустном. Во-первых, боксы у этих кроссовок очень маленькие. И вся вот эта вот красивая замша была некрасиво приплюснута. И пришлось ее очень долго и аккуратно разглаживать щеткой. Во-вторых, из-за того, что бокс маленький, кроссовки в нем немного деформировались. То есть потеряли свою форму. И я потратил пару дней с распорками и большим количеством бумаги, чтобы восстановить их форму. Благо у меня это получилось. В-третьих, в некоторых местах верх кроссовок просто отвратительно приклеен к митсоли. Фактически, в некоторых зонах замша наклеена на митсоль и смотрится это просто отвратительно. В общем, лол, кек и это релиз, который сделан в Америке на секундочку и стоил 240 евро на релизе. За амортизацию кроссовок отвечает технология Absorb. Это единственная модель из 990 серии с Absorb. Так как у версии 1 ее быть просто не могло, ибо модель очень старая. А вот третья, четвертая и пятая версии уже базируются на технологии In-Cap. Митсоль сделана из обычной пены. Подметка обычная из резины. Ну и в центре здесь есть пластиковая торсион-вставка. Пара не тяжелая, но, как мне показалось, она тяжелее версии 2002R. Вентиляция вроде бы у кроссовок неплохая. Тест-драйв был при плюс 20 градусах. Ноге было достаточно комфортно. Что касается размера, то для широкой стопы обязательно берите плюс полсайза больше. Что касается удобства, это плюс-минус то же самое, что и модель 2002R, по моим личным ощущениям. Друзья, на этом все. Не забудьте поставить выпуску лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Потом еще сделать где-нибудь у себя в соцсетях репост. И ждите следующий выпуск ровно через неделю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok